МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неприступный Псковский Кремль. Осаждавший город враги, сравнивали северный форпост Руси по красоте его с Парижем. Силен он был белым камнем и духом псковичей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый доспех был металлический, была кольчуга, которая весила 16 килограмм, то есть в два раза больше, чем та, которая сейчас. Она была очень тяжелая, она была неудобная, она была неправильная. Первый шлем больше всего походил на компиляцию из пяти вариантов шлемов, но он защищал все-таки голову. И первый раз во всем этом я подрался в 2008 году и на фестиваль, посвященный ледовому побоищу, как ни странно. Там же я этот меч и сломал об голову рыцаря. Кто из нас в детстве не устраивал ледовые побоища с парнями из соседнего двора и не искал подземный ход под крепостью, которой проложили предки? Для кого-то увлечение продолжилось во взрослой жизни. Некоторые люди, мы знакомы с ними очень давно, мы вместе еще занимались ролевыми играми, когда фехтовали на деревянных мячах. В 2007 году в августе в Изборске состоялся первый фестиваль «Железный град». За месяц до этого фестиваля мы вдруг решили, мы хотим туда поехать. Мы считали, что мы уже умеем все. Мы уже потом поняли, что мы ничего не умеем. Как оказалось, фехтовать на металлическом оружии, фехтовать на деревянном – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Мы сразу поняли, что что-то мы делаем не так. Пришлось полностью делать костюмы, полностью шить обувь. Вот Андрей сидит и шьет обувь. В ролевом движении такого быть не могло бы. Никто себе обувь в принципе не шил. Врались старые ботинки, в лучшем случае они дошивались, обшивались. Получались вроде как сапоги, и все хорошо. Бывает, что начинающий реконструктор часто одет в некрашенную льняную рубашку, некрашенные льняные штаны, там еще что-то у него, и шапка по великокняжескому образцу. То есть в реалиях, если бы такой вот ниже среднего достатка человек вдруг вышел в шапке, сшитой княжескому образцу, ну, первый же вопрос, первый же встречный был, где спер. Не мог человек идти в такой шапке, если у него все остальное, простите, не подходит под это. На ролевых играх такое проходило, здесь нет. Реконструкторы занимаются так называемой практической археологией. Очень часто реконструкторы распаривают выводы очень маститых ученых даже. Вот те же самые доспехи, найденные археологами, если это не кольчуга, а какой-то пластинчатый доспех, то обычно найден в виде вороха пластин. И первые заключения маститых ученых, которые из этих пластинах сложили доспех, сказали, вот он был такой, были полностью опровергнуты людьми, которые попытались драться в этом доспехе. А это были реконструкторы. И поэтому реконструкторы вносят, на самом деле, очень большой вклад в ответы на вопрос, а как было на самом деле? А когда ты дерешься в доспехе, ты прекрасно понимаешь, что невозможно было драться с утра до вечера, как описывают где-то. Вот с утра до вечера шел бой. Не может человек в доспехе драться с утра до вечера. Воюем мы так, как воевали наши далекие-далекие предки конца 13-го, начала 14-го веков. Все зависит от того, зачем ты сейчас фиктуешь. Если ты фиктуешь и это реальное сражение, то твой удар должен быть быстрым, незаметным и сокрушающим, как в реальности. Если ты фиктуешь для зрителей, вот это показательное выступление, тогда расстояние между бойцами больше, удары длиннее, зрители должны все увидеть. Наш клуб занимается именно ледовым побоищем. Мы являемся одним из организаторов фестиваля «Ледовое побоище» уже не первый год. Он собирает здесь лучших представителей, реконструкторов 13-го века, как Европы, так и Руси. Честно говоря, я очень горжусь тем, что мы являемся активными участниками этого фестиваля. Не просто приезжаем посмотреть, а помогаем сделать его лучше год от года. Зачем я в камеру? Это мое! Ай, крапива! Я приехал 4 года назад. Специально я приехал в Печорский монастырь, чтобы стать монахом. Меня благословили жить и работать в Мирожском монастыре. Я видел себя как иконописец в своем служении церкви. И я очень рад, что оно так, в принципе, все сошлось. Что я понадобился здесь. Я не ожидал, что мне придется преподавать. Я приехал сюда, и получилось хорошо, что пришелся мой диплом педагога и благословение владыки, что надо создавать конописную школу. Все в одно время сложилось. Но у нас говорят, это по благословению святителей Нифонта. И он же пригласил в 12 веке греческих мастеров, которые расписали этот храм. И эти фрески потом были забелены, закрашены, но в конце 19 века случайно совершенно эти фрески были раскрыты. Вот теперь мы имеем вот такой образец древней фрески 12 века, на которую мы ориентируемся. Организовать хотели не то, чтобы детскую школу, А получилось так, что Господь привел младших школьников, детей. Мы сначала так немножко были в недоумении, ну, руководство монастыря, я тоже, как делать, как обучать детей. То есть детям невозможно объяснить, как писать иконы. Что дети не умеют рисовать, собственно, могут испортить лик святого или Бога. Но потом вот жизнь показала, что в этом ничего, оказывается, страшного нету. Что как раз детям-то как-то не можно рисовать святых. Вот придите сюда. Катя, иди сюда. Посмотрите, что вот рисуют. Иди сюда, Катя. Это получается у Кати, вот мы, вот голова только до лба. А где верхняя часть? Куда она делась? Мы ее забыли, мы не умеем ее нарисовать. Помните, мы с вами рисовали пропорции головы? Голова делится на три части. Поэтому мы добавляем сюда, вот смотрите, вот эту вот эту часть. Потом желток катаешь с ладошки на ладошку, помнишь? А ладошки вытираешь вот на тряпочку. Яйца у нас подготовлены для яичной эмульсии, потому что дети пишут, ну, сначала пишут гуашевыми красками, да? Сначала они просто копируют образцы воинов, святых, преподобных, там, учеников. А потом, когда они уже в тему входят, мы начинаем приучать их работать, собственно, в материале иконописном. Это темперная краска, яичной темперой. И вот клеем в темперной живописи является вот яичный желток. Делается эмульсия, она делается из желтка и сухого белого вина, и потом эта эмульсия добавляется в пигмент. Все это смешивается, и получаем вот краску, которую уже иконописец пишет, иконит. И где ж тут румяна? Кто мне скажет? Румяна, это что, это желтый цвет, или красный, или зеленый? Красный. Румяна, это какой цвет, Катя? Красный. Красный. И где тут красный цвет? Кроме мафори, я его нигде не вижу. А что, сюда, в серединку, да? Да. А на губах румяна нужны? Нет, да. Да. Разве у человека бывают такие румяна? Нет, посветление. Что-то ты, Катя, совсем в абстракцию ударила совершенно. Все-таки, посмотри, это Богородица, это все-таки человек. Румяна должны быть понежнее, да. Скорее всего, мне приходится быть даже в какой-то мере таким добрым папой. Потому что они дети, им нужно участие. Что вот они на правильном пути находятся, что они хорошо рисуют. Понимаете? У нас, кстати, и нет оценок по этому. Каждый, кто как может, так рисует. Но я ставлю им, ну, цели такие достаточно высокие. И у них образцы высокие. Поэтому они все время тянутся. Пора, пора, рога трубят. Псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах. Выходит барин на крыльцо. Все подбочась обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет. Когда я поступил, после окончания службы, я служил на подводном флоте, Северный флот, город Полярный. Я поступил в 65-м году работать сюда экскурсоводом. Ну и вот обычно тогда как бы методического отдела, как бы так не было, читал, 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 читал. Ну, слушал других экскурсоводов. Да и Семен Степанович Гейченко. Я уроженец этих мест, да. Еще, оказывается, мой прадед работал у сына Пушкина Григория Александровича в Михайловском. Прадед, он был крестьянин, но он был очень мастеровой. Он плотник, столер, каменщик. У меня не было мысли куда-то уехать, в город, там, в Петербург, в Ленинград, в Москву. Нет, я здесь родился, и я здесь, наверное, пригодился. Мне здесь все нравится, здесь все мое родное. Вот это моя дача. Здесь у меня грядки, здесь клубничка, земляничка, яблоки. Женушка цветы сажает, Людмила Дмитриевна. А вот здесь облепиха. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы не помог. Ну, а у меня тоже можно благословить небо. Правда, весной тут затапливают половину огорода, но потом зато урожай, урожай. Как будешь работать, такой будет и урожай. Все у нас благоухает. И тоже, так скажем, я тут не скучаю, мне по сравнению с Анегином не приходится. Я тут в наклоночку, в наклоночку с лопатой, вот, с гроблями. Я приоткрываю дверь в комнату няни, стоит Довлатов, богатырь, стоит не там, где должен стоять экскурсовод, вокруг него туристы, и он читает. Ты жива еще, моя старушка, жив я, привет тебе, привет. Думаю, елки, это же Есенин. Я опять открываю дверь немножко пошире, чтобы он меня видел, что пора переходить. Слушай, а он что-то говорит. Прислушиваюсь и понимаю, что он говорит о влиянии творчества Пушкина на лирику Есенина. Думаю, ну молодец, ну выкрутился, ну выкрутился. Два летних сезона водил здесь экскурсии будущий знаменитый писатель Довлатов. Нелепо и грустно, смешно и абсурдно. Фрагменты местной жизни потом превратились в удивительную повесть-заповедник. Он напишет ее уже в эмиграции. Почти у всех персонажей повести были реальные прототипы. И топография передана совершенно точно. Лишь одну сцену Довлатов выдумал от начала до конца. Не вызывал главного героя на воспитательную беседу местный чекист майор Беляев. И не мог вызвать. Моя фамилия, конечно, не Беляев. Ну это для того, чтобы интересно было. Читали книгу у нас управление КГБ, мои начальники. Они сказали, Станислав Игоревич, ну мы понимаем, не было такого, это понятно, конечно. Имели возможность негласные, так сказать, наши помощники наблюдать за ним. Ну а сейчас что? Это, конечно, не на всю Россию, а между нами, Валера Карпов, фотограф, который, ну он, не был к нему подставлен, оказался случайно, другом его, ну в общем, вместе они там и уходили, и упивали. Вот он как раз оказался нашим негласным помощником. Поэтому не надо было к нему ничего подставлять. Таня с испугом оглядела помещение. Ты уверен, что это жилая комната? Было время, сомневался. Щели в полу, сейчас еще ничего. А раньше через эти щели ко мне заходили бездомные собаки. Щели так и не заделаны. Зато я приручил собак. Сергей Довлатов, заповедник. Вот где-то здесь была дырка прямо к нему в комнату. Здесь немножечко отремонтировали. Прямо к нему в комнату собака приходила. И вот они пировали. Вот он ее подкармливал. На могиле великого поэта Александра Сергеевича Пушкина заканчивается экскурсионный день. Вот. И наш рабочий день. Ну, кто-то читает памятник. Я памятник себе воздвигный рукотворный. Я, например, читаю слова из воспоминаний Ивана Ивановича Пущина. Грустные минуты жизни. Я вспоминаю Пушкина. Я говорю, что Пушкин мой всегда жив для тех, кто умеет находить его живого в бессмертных его произведениях. Все маршруты Пушкинского заповедника казалось бы, хожены-перехожены. И неоднократно. Но нет. С недавних пор в самом центре Пушкиногорья туристов поджидает необычное зрелище. Пойдем, поглядим. Пойдем. Пойдем, мой золотой. Видите, он так долго маячил, пока мы разговаривали. Ждал, что я к нему подойду. А я чуть мимо бы не прошел. Позволяет он показать зубки, потрогать, да, видите. У нас большие зубки. Покажи. Польшие зубки. Мальчик. У нас зубки. Так, ее у нас зубки. А что, мальчик. Мы хотим сделать, чтобы животные были приближены к людям, чтобы они были ручными, чтобы можно было с ними общаться. Вот как наш барсук. Видите, он в нем активен, он ест рук, он радуется нам. И людям, в принципе, то же самое. Вот. У нас, в принципе, таких животных много. Сюрпризы не только на улице, но и в доме семьи Голощаповых. Биологи из Алматы приехали на Псковщину 20 лет назад. Еще дом не достроили, а уже решили завести домашних птиц. А потом пошло-поехало. Птицами дело не ограничилось. И теперь тут целый зоопарк. Быстро несем. У нас, думайте, там вот на эту мелочь мы меньше реагируем. Там у нас дичь есть покрупнее. Вырываемся, когти выпускаем. Он, да. А вечером мы после рабочего дня забираем домой, потому что некоторые держу, держу. Это все наше стало размножаться. Приходилось как-то что-то с этим делать, потому что просто продавать рука не поднималась. И мы менялись такими же, как мы, шизиками, да. Вот. Мы их выращиваем, как это врысенка, которую мы несли. Мы выращиваем их на руках дома. И потом они как бы в общем-то, ну, контактные. Ну, постольку-поскольку. Рысь, конечно, не может быть. Хотя вот я вас без проблем могу в клетку завести, если вам это интересно. И он ничего вам не сделает. Где только не подбирает зооград животных. Передвижные зоопарки и цирки избавляются порой от своих питомцев. Охотники приносят волчат или медвежат. Городок зверей посредине музея-заповедника густо населен и становится для приезжих удивительным сюрпризом. Нам, конечно, присутствие заповедника и туристы очень сильно помогают. Хотя вот если развивать туризм, да, ну, как бы вот одного заповедника мало. Я считаю, что мы оживляем заповедник, потому что все-таки животные же тоже часть этой природы. Может быть, конечно, здесь у нас какие-то экзотические есть, но это в меньшей степени все-таки большинство наших животных. На день человек приехал, ему хватит заповедника. А если человек приехал не на день сюда, а мы должны стремиться к тому, чтобы он задержался здесь как можно больше. мы еще без проблем, не знаю, года два назад с ним это играли, заходили, играли, но он подрос и стал качать права. То есть, ну, за лидерство, понимаете, я главный. Он тебя ставит лапы на плечи и рычит в лицо. И чем это может закончиться, непонятно. Драться с ним, ну, не хочется, да. Поэтому вот сейчас стали общаться просто через сеточку. Налево пойдешь, свечи зажжешь, направо молодильную яблоню найдешь, а прямо еще много занятного встретишь. От самого въезда в город трудно отыскать место, где бы не красовались работы этого мастера. Их автор, кузнец Евгений Вагин, даже родился на улице Кузнечной. На Кузнечном дворе можно стать кузнецом буквально за считанные секунды. То есть, становишься вот таким образом фарточек, берешь в руки молоточек, клещи, и ты уже кузнец. А вот эта вещь очень интересная. Между собой мы называем ее гравицапой. Вот видите, в серединке тоже печать господарства Псковского. То есть, Псков это середина кузнечного дела всей Руси. А я говорю, что вот у кузнеца вот так роятся мысли, когда он что-то новое задумывает. То есть, неповторимые какие-то орбиты. Для любителей выпить у нас есть вот такая штука, называется бодибилдинг. То есть, сколько возьмешь, столько выпьешь. Специально пружинка, бутылочка и стаканчик. Развлечение сугубо для мужчин. Мы делаем эти работы с усмешкой, с какой-то улыбкой, потому что делать все время, по-моему, классические работы в классической какой-то стилистике немного скучновато. То есть, делаешь все, что душе заблагорассудится. И самое главное, видно, как на это реагируют люди, особенно дети. И еще есть у нас такая забава для всех. Чтобы душе было весело, но человек оставался трезвым, можно сесть в это кресло, которое называется под мухой. Как видите, да, вот у нас такая живая муха почти. Вот. И укачаться до состояния рис без вреда для здоровья. Ну, это как и в музыке. Семь нот, и все. И здесь у тебя зубило, клещ, молоток и кусочек железа. Больше ничего нет. Но люди умудряются из этого кусочка железа с помощью молотка делать такие вещи, что вот я, будучи профессионалом, просто порой на выставке стоишь полчаса, смотришь на какую-то вещь, для просто не оторваться. Кузнецов подобного уровня много. И есть кузнецы, которые и повыше меня было, так я скажу. У меня судьба сложилась так вот интересно, что сразу как-то я был направлен в сторону металла, потому что я закончил в Москве, ныне сейчас называется Академия Реставрационного Искусства. Учился я как раз по направлению Реставрация Художественного Металла. Но постепенно из реставратора по металлу я занимался и по золотой, и ювелирным делом. Вот. Все переросло в кузнечное дело. И сейчас я себя полностью посвящаю на художественной ковке. Слава Богу, появилось у меня очень много талантливых учеников. Не только учеников, но и соратников, и просто помощников, которые помогают. Вот вещи, которые я показывал, они все сделаны не моими личными руками. То есть создание Псковского кузнечного двора, а это добровольное артельное объединение. То есть когда у нас возникает какая-то необходимость сделать большое дело, то собирается до 20 человек, например, и мы очень быстро это дело все оформляем. Вот. И наступил такой момент у меня в жизни, когда, ну, наверное, все когда-то писали стихи в юности или в детстве, а я случайно научился брать три аккорда на гитаре, и у меня сразу стали получаться песни и с легкой руки Елены Камбуровой, которая случайно услышала, сказала, поете дальше, не стесняйтесь. Поэтому я теперь не стесняюсь и пою. Не один обычный плод и, конечно, русский плод без скобы не выйдет в море, а тем более в поход. И по царскому указу гонец прибыл в город Псков, чтоб не далее, чем сразу изготовить добрых скоб. С вечера и до зари, как на праздник звонари на берегу реки Великой Ковальцов и Скобари. Без хвостя и без подковы конница не победит, а на наших псковских скобах русский флот века стоит. И не раз в морской борьбе все держалось на скобе и с уважением на морях царь говорил о скобарях. С вечера и до зари, как на праздник звонари, на берегу реки Великой Ковальцов и Скобари. На берегу реки Великой Ковальцов и Скобари. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова